Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперника в синем углу. Боец из Бразилии, город Рио-де-Жанейро. Ему 35 лет, рост 170 сантиметров, вес 70 килограммов, 200 граммов. Представляет бойцовский клуб Новою Нау. Профессионный рекорд 32 боя. 24 победы, 6 поражений, 2 ничи. Джон Макаппо Тейшейра. Его соперник в красном углу из России, город Екатеринбург. Ему 28 лет, рост 172 сантиметров, вес 70 килограммов, 400 граммов. Профессионный рекорд 25 боев, 19 побед, 6 поражений. Представляющий бойцовский клуб Архангел Михаил Тимур Накибин. Профессионный бой, Аксель Ван Кименейт. Чайноман, вы очень ровные правила, что я уважаю. Слушайте мои комментарии, когда я скажу, что я скажу, что я скажу, что я скажу, что я скажу. И не забудьте защитить себя во всей борьбе. Слышно? Смотрите глаза, если хотите. Спасибо. Ну что ж, весьма неплохой матчап. Послужные списки. Озраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Тимур Накибин на 7 лет моложе, на 2 сантиметра выше. Ну и опыт здесь все-таки на стороне бразильца Джона Тейшейры. Ну и, пожалуй, для Тимура Накибина это, наверное, на данный момент самый серьезный соперник в оппозиции. Имеется в виду по титулованности, по опытности и по уровню выступления где-либо. Ну и плюс есть общий знакомый именно по клетке и у Тимура, и у Джона. Это Милсон Кастру. В свое время Джон Тейшейра побеждал Милсона, Тимур ему проиграл. Как вы знаете, эти треугольники, они не всегда работают. Да, не действуют иногда. Ну а после того поражения Тимур смог закрыть то поражение, одержал победу технической нокаутом. Ярким нокаутом над Кинг Кукимом. Тогда мы помним эту победу в первом раунде. Хорошая двойка от Нагибина. Ну, кстати, здесь есть два варианта этих событий. Либо все закончится досрочно и быстро, либо все может пройти всю дистанцию. Вот, хорошая комбинация от Нагибина. И снова попадает на Нагибин. Ну а Тишеру нокаутом еще раз скажу проигрывал. Проигрывал Эйджей Макки и не так сильно давно это было. Поэтому, в принципе, его таким бетонным, чугунным назвать нельзя. Ну и все-таки 35 лет этому спортсмену. Ну и каждый организм имеет в какой-то момент такого свойства предельной изношенности. Да, он может начать потихонечку, как-то говоря, сыпаться. С другой стороны, свой предыдущий поединок 2020 в прошлом Авдаме Макки первом году выиграл Джон Тишера. В принципе, так в Россию едет, приехал. На победной серии выиграл, причем техническим нокаутом в первом раунде. Хорошо. Попадает опасно. Два крюка залетели. Застоялся, застоялся немножко здесь Нагибин. Да, Тишеру нужно ручки-то держать повыше все-таки. Тишера 35 лет, но все еще, все еще, смотри, как хостро выбрасывает удары. Просят больше работать руками здесь от Нагибина. Гой повнимательнее, повнимательнее отрезается бразильец от пас. Хорошо провалил сейчас Нагибин, но не стал подхватывать этот промах своего соперника. Дергай-дергай подсказывает здесь из угла. Тут и лоу-кик от Тишера. Хорошее колено от Нагибина. Снова двойка от Тимура. Но там успел еще поколым слева от Сапки Бразилия. Вот, кстати, да, подсказывает сейчас Нагибину, что где у тебя Джер? Просят больше-больше-больше раздергивать своего соперника здесь Нагибина. И, кстати, небольшое рассечение в районе левого. Хорошо подцепил Нагибин. Зрячее, зрячее очень тут действовал. Снова рубка. Ой-ой-ой, опасно. Там просвистели крюки и с той, и с другой стороны. Ну и здесь, слушай, видно, что так оба на силовую работу нацелились. Именно врезать жестко. И Тимур хочет, ведь ей шею соответственно. Ну, первый раунд и сил еще, в принципе, предостаточно. Промахнулся здесь Нагибин левым крюком. Ну и сам не дал себя попасть. Снова размены, снова апперкот. Нагибина есть, по-моему, вот рассечение над левой бровью. Да-да-да, это, кстати, после крюка справа. Вполне возможно. Проваливает, успевает. Видит здесь Нагибин ноги своего соперника. Пропустил апперкот сейчас справа. А мне показалось, да, вот отзащищался. Успел там оттянуться Тимур. Просят больше работать передней рукой от Нагибина. Но джебов по-прежнему нет. Взрывается опять здесь Тишера несколькими ударами. Прорахивается лукиком. Просят, просят угловые, чтобы подхватывал здесь Нагибин после провалов. Как бывает иногда хорошо работать рядом с угловыми. Особенно, когда они по-русски говорят. А вот так Нагибин локоть справа там забрасывал. Вот там два крюка навстречу скушал Тимур, там Тишера попал. Тишера поливает вот этими крюками, он бросает их из любого положения. Особенно, когда Нагибин подходит поближе. А вот попытка Супермен Панча была. От хоккей защищался, а защищался Нагибин. А вот это низковато. Низковато. Ну, я думаю, не специально. Специально Тишера. Сделал. Так, это... Да, вот нам показали этот удар. Эпизод там действительно так бросил ногу, но не специально. Но попал причем ниже пояса. Не стал брать все пять минут на восстановление Тимур с Нагибином. У нас последние там 20 с чем-то секунд первого раунда. И есть серьезная вероятность, что увидим мы второй. Снова справа хорошо. Попал Нагибин. Ой-ой-ой, колено хорошо было от Нагибина. Но он выдержал. Все выдержал Джон Тишера. Хай-кик справа от Нагибина. Еще двойка и левый крюк туда в цель. Правда, по-моему, там рука была на месте. Пошли в рубку бойцы. Да, второй раунд будет. Магомед Курбанов, который прекрасно знает, что такое стойка. Готово? Готово? Готово, второй раунд. И начинается второй раунд. Бросят угловые от Тимура Нагибина. Больше работает джебом. Ну а тут и Денис Войнов, его тренер и наставник, и Павел Гордеев. И Денис Лаврентьев. Такой очень мощный угол. Пошли мидл-кики от Тишера. Промахнул. Дал промахнуться здесь Нагибин сопернику. Не подхватил. Лоу-кик от Джона Тишера. Хорошо в туловище от Нагибина. Левый крюк, но не точно Тишера видит. Ну здесь может опасно, кстати. Вот сейчас справа попал Тишера. Пока Тимур отвечает. Удар с разворота от Нагибина. Просят больше легких ударов здесь от Тимура, чтобы замаскировать вот эти мощные, точные попадания. Заметь, какая ситуация, кстати, сейчас. Попытка от Тишера, от тейкдауна. Ну Тимур неплохо защищается, в принципе, от тейкдауна. Широко ноги расставил. Снять захват с правой ноги. Там еще пытается контролировать корпус бразилец. Его левая рука. Так. Колено от Тишеры в ногу. Еще одно. Тут даже разрывать клинч, по идее, бы надо. Развернул соперника спиной к Семке. Но вполне возможно будет сам делать, попытается осуществить тейкдаун. Колено справа от Нагибина. Пока контроль застала. Отлично. Разорвал клинч Тимур Нагибин. Тут же проугрожал джебом. Лоу-кик от бразильца. И заметь в этом, во втором раунде бразильец так перестал сжаться к сетке. И сам старается прессинговать. Да, он готов к размену. Но он вообще, в принципе, настроен даже порубиться. Опасный апперкот там от бразильца. Чуть-чуть подупала скорость спортсменов. Так, снизился темп. Хорошо слева заряжает. Еще одно колено там очень здорово засаживал Нагибин. Бразильец реально очень опытный. И таких соперников, как Тимур Нагибин, именно по стилю он встречал в клетке неоднократно. Поэтому его здесь удивить чем-то трудно. Но при этом мы видим, что вот за счет вот этих перемещений хороший удар в туловище здесь от Нагибина. Нету продолжения, к сожалению. Можно даже сравнить, да, бой Андрея Аугусту против Александра Грозина и бой Нагибин-Тейшера. Но здесь больше силовой работа. Здесь именно больше такого силового элемента. Больше разменов, да. Больше разменов и больше именно таких акцентированных жестких ударов. И с той и с другой стороны. Джеб от Нагибина. Но к этому джебу еще что-нибудь добавить, если получится. Меньше двух минут до конца второго раунда. Попытка удара с развороту не подготовлена и не попадает здесь Нагибин. Ну и там и Тейшера не наказал, кстати, промахнулся он боковым. Вот поджал Тейшера, попал справа. Так легкими, причем ударами, видимо, готовил вот этот проход. И все-таки... Удается. И герстый кал. Нужно сразу же вставать Нагибину. Пытается это сделать. И очень опасно может отдать шею Тимур. Здесь защищаться нужно Нагибину от... И... Попытка была сконтрить даже со стороны Тимура. Но Адишера понимает, что для него это шанс. Для него это шанс и время есть. У Тейшера из 24 побед, 10 побед приемами. Ну это бразилец. Да. Отдавать спину нельзя здесь. Но и встать пока не получается у Нагибина. Но ноги так неплотно заправлены у Тейшера. А вот сейчас пытается застегнуть... Не дай закрыть замок, подсказывают тут Гугла. Бразилик... Не удается. Попытка бразиликса забраться в маунт. И она ему удается. Он в бэкмаунте. И попытка выйти на удушающий снова со стороны Тейшера. Ну, а защищаться эту минуту Тимуру... А в идеале так провернуться и оказаться сверху. Что и пытался сделать сейчас Нагибин безуспешно, к сожалению. И опять в бэкмаунте Тейшера. Попытается ли он снова выйти на удушающий? Да. Пытается Тейшера выйти на удушающий. Это шанс. Это огромный шанс для бразильца. Но пока защищается Тимур. Хотя вот одну руку пытается, пытается завести правую руку туда. Под подбородок попытался Джон Кейшера. И снова пытается вылезти в маунт. Вот вроде бы почти удалось перевернуть здесь Нагибину. С контрит ли Тимур? Да. Поднимаются бойцы в стойку. 10 секунд остается до конца второго раунда. Пошел Нагибин вперед. Будет ли что-то делать он под концовку? Потому что все равно борьба заняла большое количество. Забрала много сил. Попытка коленом. Огрызать там Тейшера. Ну, такой раунд неоднозначный. Ты готов? Третий раунд. Пойду. Ну что ж, третий раунд решающий для Тейшейера и для Нагибина. Во втором раунде удалось провести красивый такой тейкдаун с амплитудным броском Тейшейера. Через переднюю руку подходит здесь Тимур Нагибин. Попал справа. Сам отзащищался от левого бокового. Но оба не жестко работали тут. Правый боковой точно от Тейшейера. Такое ощущение, что Тейшейера, да, ищет моменты для того, чтобы снова осуществить тейкдаун. Ну так. Будет он стараться это сделать. Сблизиться, зацепиться. Но при этом и порубиться, кстати, смотри, бразилиц. Да, он низко подсаживается так на ногах. Готов к рубке, закидывает вот эти опасные крюки. Джеб от Нагибина. То, о чем его просили во втором раунде. Хорошо, но попал там по левым прямым. Не жестко, но точно Нагибин. Снижился темп поединка. Все-таки третий раунд. Потратили количество сил бойцов. Павла Гордеева. Рекомендует он Тимуру самому работать первым номером, давить. Но пошел бразилиц с крюками вперед. Правый в корпус, левый в голову от Тейшейера. Одиночным ударом в туловище там попадает Нагибин. Хайки как бразильцы, но на месте левая рука была у Нагибина. Снова включил левый лоу-кик здесь Тейшейера. И начал опять достигать цели его удар. Левый в корпус, правый в голову от Тейшейера навстречу огрызнулся. Но для того, чтобы провести хороший тейкдаун, ему нужно в идеале поставить Тимура к сетке. Вот что он пытается сделать. Он справа пошел вперед, попадает здесь Нагибин. Правый крюк залетает через руку. Снова лоу-кик от него. Она сам пропустила лоу-кик. Да, такой жесткий высекающий лоу-кик. И сейчас, если по корпусу попадает справа бразилец, если сейчас зацепится за Тимура. Но нет, на ногах от сетки Дагибин уходит. Но уже не так много силы у 35-летнего ветерана все-таки тоже. Но два крюка залетели точно при этом у Тейшейера. Попал. Это вот те вот неудобные углы, под которыми бросает бразилец свои удары. Вроде подсаживается вниз и закидывает эти крюки. Ну ты знаешь, может силы немного, но скорость-то не сильно упала у Тейшейера. Расстреливались чисто на руках оба спортсмена. Дают кокса в клетке. Хорошо по туловищу от Нагибина, но сам пропускает справа. Доносит боковой Тейшейера. Даже видно, как боковые расстроились у Тимура. Но у Тейшейера такое ощущение, что так у него открывается второе дыхание. Да, он нашел, нащупал нужный для себя комфортный темп. Хорошо и хороший темп. И отвечает Тейшера. Очень непростой раунд для Нагибина. И так попытка локтя справа от Тимура. И боковым отвечает бразилец. И так пошел вперед Тейшера. И не получается у Тимура. Вот так дернул вниз, но тут же вот второй раз подряд вот так финтит здесь Нагибин. Показывает, что типа будет проходить в ноги, но... И тут по временем полторы минуты остается до конца поединка. Взял Тейшера паузу, здесь не достал. Нагибин слева хорошо подцепил. Нагибин слева и атака от Тейшеры. И атака от Тейшеры. Копал там бразилец. Тимур все выдержал. Ну ты знаешь, и честно говоря, пока что бразилец в стойке смотрит, что лучше. Опять-таки, это мое мнение, я могу... А вот это здорово было от Нагибина. Хороший крюк. И хороший справа боковой от Нагибина. Хороший эпизод для Тимура. Но Тейшера все скушал и перешел в контрнаступление, мы видим. Последняя минута, ну очень такая важная. И снова апперкот от Нагибина. Второй раз уже за последнюю минуту подцепляет Нагибин вот так апперкотом. Нет дальнейшего развития. Ну что, пойдем. И еще раз хорошо. Хорошая рубка. А вот и проход от бразильца. Накрывает его. Тимур отбрасывает ноги. И колено подсказывает ему главы. Колено, колено просит. Немного клинча у сетки. Оторвись, разорви клинч подсказывает Павел Гордеев своему другу. Локоть хорошо залетел слева туда. Ей нужна хорошая серия Нагибина, чтобы выиграть, может быть. Ну и Тишера, смотрите. И снова левый крюк. Слева боковую. Тишера идет, да. На все пошел, пошел рубиться. Яркая концовка. Пытался там зацепиться в клинч Тишера. Сам пропустил. И под сирену попытался пройти в ноги Джон Тишера. Ну нас только ждет теперь судейское решение. Очень интересно, как рассудят боковые арбитры. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как я объявлю результат боя, давайте еще раз поаплодируем бойцам за хороший бой. Итак, в этом поединке со счетом 30-27 и дважды 29-28 единогласным решением судей победу одержал Тимур Нагибин. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ